Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать необычные арбузы и дыни. Ценник у них выше, чем у обычных, поэтому нужно разобраться, стоит ли переплачивать. Так выглядит арбуз без косточек. На этикетке написано, что произведено в Астраханской области. Стоимость арбуза 40 рублей за килограмм. Этот арбуз весит 3,5 килограмма и обошелся в 141,80 руб. Как мы видим в разрезе, в этом арбузе присутствуют маленькие косточки. Поэтому я думаю, что не бывает арбуза, чтобы вообще никаких косточек не было. И вот даже те арбузы, которые считаются без косточек, все равно там маленькие косточки есть. Давайте проверим арбуз на нитраты. Ну и как мы видим, норма превышена в очень-очень много раз. Норма 60, а здесь 1500. По вкусу этот арбуз сладкий. Вот эти семечки практически не ощущаются. Их можно легко разжевать, они мягкие. По вкусу, в общем, ничего плохого я не заметил. Но единственный минус то, что нитратов уж чересчур много. Если сравнивать его по вкусу с арбузом, у которого есть семечки, то большой разницы я не заметил. Потому что можно купить арбузы с семечками, он по вкусу будет ничуть не хуже. Эта дыня носит название Амери кремовая. И продается даже в сеточке. На внешний вид эта дыня напоминает торпеду, но только лишь которая совсем не спелая. Потому что она совершенно зеленая. И если даже не знаешь, что это такой сорт дыни, то можно подумать, что она совсем не спелая. Стоимость такой дыни 70 рублей за килограмм. Эта дыня весит 2 килограмма почти 300 грамм. И обошлась в 159 рублей 58 копеек. Ну и как мы видим в разрезе, мякоть у этой дыни такая светло-оранжевая. Она отличается по цвету от других дынь. Проверим ее на нитраты. Нитраты оказались превышены, но не особо сильно. Бывает, конечно же, они превышены гораздо сильнее. Привезли эту дыню из Узбекистана. Возможно, там с удобрениями не так хорошо обстоит дело, как в России. Поэтому и нитратов меньше. Мякоть у этой дыни, надо сказать, не очень мягкая. Если сравнивать с торпедой или колхозницей, то она даже немножечко жестковата. И по вкусу тоже она не такая вкусная. Более дешевая колхозница будет даже вкуснее, чем вот эта более дорогая. Так выглядит желтый арбуз без косточек. Немножко он по внешнему виду похож на черного принца. Произведено в Астраханской области. Стоимость арбуза составляет 60 рублей за килограмм. Этот арбуз весит чуть более чем 3 килограмма и обошелся в почти 200 рублей. Ну и как мы видим, все-таки семечки здесь имеются. Но они очень маленькие, беленькие. Я думаю, что их можно даже разжевать и не заметишь. Теперь давайте проверим арбуз на нитраты. Как мы видим, результат превышает норму. Норма 60. По вкусу этот арбуз мне понравился. Он немножечко похож на обычный желтый арбуз с семечками. Но, как мне показалось, менее сладкий. Но кушать его, конечно же, удобнее, так как семечки не мешают. И вот эти маленькие семечки, они практически незаметные. Они очень мягкие и легко жуются. Эта дыня носит название гулаба. Имеет зеленый окрас. И поэтому при покупке такой дыни даже не сможешь никак, в общем, по внешним признакам определить, спелая она или же совсем не спелая. Также и кожура у нее очень жесткая. Если, допустим, колхозница, торпеда, когда спелая, она уже мягкая, носик мягкий, то по этой дыне, в общем, никак не скажешь, нужна ли она спелость или совершенно не спелая. Стоимость ее 63 рубля 19 копеек за килограмм. Весит она почти 2,5 килограмма и обошлась в 154 рубля 44 копейки. Проверим дыню на нитраты. Норма 90, а у этой дыни 270. Норма превышена, но не особо сильно. Цвет мякоти у этой дыни немножечко зеленоватый. И создается такое впечатление, что она совершенно не спелая. Ну, давайте попробуем и выясним, какова она на вкус. По вкусу, надо сказать, она сладенькая, но немножечко мякоть у нее жестковатая. Если сравнивать с более известными торпедой или какой-нибудь там колхозницей, то, конечно же, эти дыни будут повкуснее, чем вот эта. Но это тоже, даже несмотря на то, что она зеленая, она вполне такая съедобная. И я бы не сказал, что она какая-то уж чересчур невкусная. Вполне нормальная на вкус дыня. Но, как мне кажется, по стоимости она дороговата, потому что ничего такого особенного в ней нет. Это мини-арбуз без косточек. Написано, что мякоть у него красная, но косточек быть не должно. Выращивают такие арбузы в Краснодарском крае. Стоимость арбуза почти 70 рублей за килограмм. Этот арбуз весит полтора килограмма и обошелся в чуть более 100 рублей. Ну и давайте посмотрим, что же у него внутри. Ну и как мы видим, косточки все-таки есть, но они очень маленькие и беленькие. Проверим арбуз на наличие нитратов. Нитраты оказались превышены в 10 раз. По вкусу этот арбуз мне понравился. И вот эти косточки, они совершенно не ощущаются. Он очень сахаристый. Чувствуется, что он такой пористый. И по вкусу он в меру сладкий. Не сказал бы, что он чересчур сладкий. Сахара в нем, в общем, оптимальное количество. Но нитраты, к сожалению, опять-таки превышены. Увидел сегодня на рынке арбуз очень необычной формы. Форма у него как у дыни торпеды, но окрас как у арбуза. Продавец мне сказал, что это скрещенный арбуз и дыня. Мне стало интересно его попробовать. Стоит этот арбуз подороже, чем какие-то обычные арбузы. Стоит он 60 рублей за килограмм. Весит чуть более 3 килограмм. И обошелся в 200 с чем-то там рублей. У него тоже есть желтое пятно. То есть он вызревает, в общем, тоже лежа на земле, как и обычный арбуз. Ну и давайте посмотрим, что же у него внутри. А внутри мы видим, что он не красный, а он желтый. То есть на самом деле такое ощущение, что это дыня, но только что семечки черные. Давайте проверим эту дыню, арбуз на нитраты. Не знаю, как проверять как дыню или как арбуз. Все-таки больше похоже на арбуз, поэтому проверю как арбуз. Ну и нитраты оказались очень-очень сильно превышены. Норма всего лишь 60, а здесь 1100. Нитраты просто зашкаливают. По вкусу арбуз оказался очень сладким. Гораздо более сладкий, чем обычный арбуз с красной мякоть. Но какого-то аромата дыни здесь я все-таки не ощущаю, поэтому я точно не знаю, действительно ли это арбуз, скрещенный с дыней, или может быть просто продавец пошутил, так сказать. По вкусу неплохо, но единственный минус то, что очень много нитратов. Эта дыня носит очень необычное название. Называется эфиопка. Ну и внешний вид тоже у нее не такой, как у более привычных нам круглых или продолговатых дынь. Вот такой вот он немножечко похож на тыкву больше, а не на дыню. Стоимость такой дыни 80 рублей за килограмм. Эта дыня весит почти 3 килограмма и обошлась в 226 рублей 37 копеек. Теперь давайте проверим эту дыню на наличие нитратов. Норма 90, а здесь 860. Почти в 10 раз больше. Чувствуется, что эта дыня очень спелая, потому что она мягкая. Она очень ароматная и по вкусу ничуть не хуже, чем торпеда. В общем, вкусовые качества отличны. Но опять-таки вот с нитратами проблема. Но думаю, если купить даже какую-нибудь дыню и подешевле, то же самое колхозницу, если выбрать ее тоже нужной спелости, и она тоже по вкусу будет ничуть не хуже. Этот арбуз носит название Черный Принц, но это не обычный Черный Принц. Это Черный Принц с желтой мякотью, да и к тому же еще без косточек. Стоимость этого арбуза 60 рублей за килограмм. Весит он 4 килограмма 610 грамм и обошелся почти в 300 рублей. Черный Принц считается одним из самых вкусных, самых сладких арбузов. Ну давайте это проверим. Как мы видим, косточки все равно имеются. Но они, как и у других арбузов, которые считаются без косточек, вот такие вот маленькие, беленькие и мягкие. Давайте проверим этот арбуз на нитраты. Норма превышена. 560, когда норма 60. По вкусу этот арбуз не такой сладкий, скажем, как вот красный арбуз, который без косточек, он более сладкий. Поэтому, хоть и считается Черный Принц, что он должен быть более вкусным, но вот именно желтый арбуз оказался не таким вкусным, как красный арбуз без косточек. Но тем не менее, он вкусный, вполне съедобный. Эти маленькие косточки практически незаметны. Думаю, своих денег этот арбуз стоит. Это самый обычный арбуз. Но по внешнему виду он все-таки отличается, потому что обычные арбузы, они более темные. А здесь какой-то он более светлый. Но тем не менее, он продается по обычной цене. Его цена составляет почти 30 рублей за килограмм. Этот арбуз весит 3 килограмма и обошелся в 90 рублей. Ну и такое ощущение, что это не обычный арбуз, а какой-то арбуз без косточек. Потому что косточки у него очень-очень маленькие. Давайте проверим его на нитраты. Норма превышена, но все-таки не так сильно, как в других арбузах. Здесь 260, когда норма 60. По вкусу этот арбуз оказался не особо сладкий. И вот здесь вот, возможно, его ударили. Какая-то очень такая рыхлая структура. И здесь она совсем невкусная. Если сравнить его с желтым арбузом, то желтый арбуз как-то вот повкуснее и поароматнее. Этот арбуз не особо вкусный. Увидел сегодня в магазине очень необычную тыкву. И называется она тоже так интересно капитошка. Может быть, кто-то, конечно, ее и выращивает у себя на даче. Но лично я раньше такой тыквы никогда не пробовал и не видел. Стоимость этой тыквы почти 70 рублей за килограмм. И эта тыква весом килограмм 424 грамма обошлась в 99 рублей 67 копеек. Пахнет эта тыква очень ароматно. Семечки крупные, вызревшие. То есть при желании даже можно их высушить и потом съесть как семечки. Но единственное, что слой съедобной части не особо толстый. Сердцевина она очень большая. Хотя кожура сама по себе, слой кожуры не очень толстый. Проверим на нитраты. Нитратов оказалось даже менее 30. То есть их, хотя норма 400, то есть их вообще практически нет. Приготовил небольшое количество тыквы в пароварке. Давайте попробуем, какова же она на вкус. Тыква эта по вкусу мне понравилась. Она немножечко сладковатенькая и ароматненькая. Так что могу смело сказать, что тыкву капитошка можно покупать. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч.